Ну что, друзья, сейчас поговорим о часах, которые легко могут помогать вам разговаривать через них по вашему смартфону, не доставая смартфон. В этом режиме они держат где-то 5 дней автономки. Если не пользоваться разговорными функциями, то они протянут с легкостью 10 дней. Приятного просмотра. Ну что, друзья, я думаю, пришло время сделать обзор данных часиков. Во-первых, я нашел прикольный Watch Face, на котором есть одновременно погода, калории, пульс, ваша активность в виде так схематичного исполнения, ну и так далее. Ладно, что мне тут понравилось? То, что пульс реально замеряет, погоду показывает, ну правда без расширения, но неважно, показывает. Так, то, что у нас слева есть шторка с последними запущенными, с которой можно, соответственно, переходить к тренировкам. Ну, короче, к тому, что вы делали последним. Пункт SOS заполняется изначально на смартфоне в приложении, туда ставятся ваши избранные контакты. Короче, на самом деле, это как бы не SOS, а избранные контакты. При нажатии на эту кнопку происходит сразу же быстрый звонок, если часы подключены к смартфону. Если они не подключены, ругается, что мы не подключены. Здесь же есть выход на QR-код для загрузки приложения в часы. И, в общем, на этом, грубо говоря, все. Шторки включения и выключения, составляющие для разговоров в данных часах, ну, грубо говоря, Bluetooth гарнитуры, что мне понравилось. Управление яркостью, блокировка экрана, после которой экран не разблокируется, пока вы не будете удерживать кнопку 3 секунды. То есть, это для сложных ситуаций, когда у вас какими-то методами все-таки часы разблокируются без вашего ведома, можно заблокировать и уже точно не разблокируются. Здесь же есть кнопка выключить, выход в настройки и беззвучный режим. Также внизу заряд аккумулятора в процентах, время, день недели и значок, схематично обозначающий наличие или отсутствие связи со смартфоном. То есть, внутри полоска пропадает, значит, связи нет. То есть, выключаем это, и звук у нас в часах появляется только от самих часов. Когда мы это включили, на часы транслируются все звуки со смартфона. То есть, включаете музыку, разговоры, там что угодно. Все идет сюда. Только что разговаривал с женой. Напоминаю, вот здесь вот микрофончик у нас. Сейчас, надеюсь, видно. С этой стороны прорези под динамик. Надеюсь, тоже видно. Так вот, разговор был качественный, но с небольшим фоном на заднем плане. Возможно, этот микрофон цепляет шум компьютера, который сейчас, по идее, должны слышать вы в записи. Но не факт. Может быть, сработает шумоподавление. Ну, короче, мелкий тихий фон есть, но громкость достаточная для разговоров. И меня жена слышала хорошо, не жаловалась. Сказала, как на смартфоне. Хотя я разговаривал на таком вот расстоянии от часов. Ну, то есть, как будто наклонившись чуть-чуть к часам, но не до конца. Меня слышно, я слышу, но это в тихом помещении. Как будет на улице, я не знаю. Вот уведомления на телефон тихонечко производятся и на часах, потому что громкость на смартфоне убрана на минимум. Поэтому тихо-тихо включился. А, кстати, да, когда включается звук, но звук, например, на смартфоне убран, да, вы слышите такой щелчок включения усилителя. Когда звук должен прекратиться, щелчок от выключения усилителя. И тихий-тихий фон на заднем плане, если вы находитесь в тихом помещении. То есть, усилитель включается, не глядя на величину громкости в смартфоне, даже если она убрана. Если стоит вибро и без звука, тогда, конечно, не включится. Но если, как у меня, один пунктик из 20, тогда включается и делает то, что я вам сказал. Далее. Если мы заходим в настройки, тут есть настройки яркости экрана, продолжительность работы экрана. Но на самом деле это для режима чего-то типа Always On, который здесь тоже есть. Время выключения – это уже сколько именно будет гореть там в секундах именно без режима Always On. Активация экрана часов поворотом руки. Блин, где оно было? Вот и выключатель. Режим не беспокоит для того, чтобы вас не трогали. Звуки и вибрация настраиваются. Но, правда, честно скажу, вибро слабая. То есть, даже вот не в таком режиме, а вот в максимальном. И я их чувствую только тогда, когда они абсолютно натянуты. То есть, в моем случае это самая последняя дырочка. То есть, будь у меня рука еще чуть-чуть тоньше, они бы на мне болтались как в проруби, и я бы ничего вообще не почувствовал. Поэтому, конечно, вибро здесь слабоватенькое. Так, звуки и вибрация. Я уже сказал. Следующее. Языковые настройки. Прямо с часов можно выбрать. И языков дофига ли он. Далее. Подключите мобильный телефон. А поиск телефона, короче, по-моему. Или выход на QR-код. Да, выход на QR-код. Пароль. Не пробовал даже. Это если вы боитесь, что у вас часы украдут. Около. Это значит информация о перезагрузке. Сброс настроек. И жалоба о неисправности. Это, видимо, хардрезет. Я так понимаю. То есть, восстановление заводских настроек это... Нет, нифига. Понял. Значит, восстановление заводских настроек это хардрезет, а неисправность это софтрезет. То есть, перезагрузка со сбросом кэша. Так, из настроек выходим. Снизу вверх сообщения, которые расширяются. Но, правда, пока не заметил. Вот. Более длинные сообщения тоже показывают. Сколько там букв влезает, я не знаю. Хотите, посчитайте сами. Сейчас более длинные открою. Нет, это не более длинные. Вот. Если кому интересно, можете сами посчитать количество сообщений. Ой, господи, букв в сообщении. Само собой не все. Но больше, чем на превьюшке, само собой. Штатный Watch Face с анимацией, конечно, красивый. Постоянно движется. Но мне кажется, вот чисто морально, что он жрет батарею. Поэтому я с него ушел. Нашел другой Watch Face. Watch Face в маркете много, но не слишком. И больше половины из них платно. С часами, грубо говоря, все. А, да, кстати, вот так открывается менюшка. Так что нифига не все. И здесь то же самое можно запускать ручками, что можно было в менюшке. Но и есть бонусы, которых там не было. Первое. Здесь два вида тренировок разделены на два значка. Второе. Тут есть какие-то давления. Я не понял. Есть дыхание тренировать. Команды слушать от часов и делать, как они говорят. Есть замер артериального давления. Кстати, реально мерить. Но точность, конечно же, проверить я пока не могу. Это я как-то в отдельном видео проверю все свои часы разом. Но пока с точностью проблемка. Это у нас выход в сообщение. Это у нас пульс. Кстати, да. Надо заметить. Давайте запустим пульс. И посмотрим, что у нас при пульсе вот так вот все моргает. Если палец не подставить, будет ругаться, что вы палец не подставили. Если палец подставить, он будет замерять. Но делает он это не быстро. Что меня, в принципе, немножко не радует. Но по идее, может быть, зато правдиво меряет. Хрен его знает. Сейчас мы дождемся того, что он все-таки что-то измерит. И, кстати, когда появляется значение, это еще не значит, что он уже отстрелялся. Он продолжает замерять, пока не дойдет до нормы. Потом говорит, что все, я готов. Ну, тогда сохраняет. Если выйти, как я сейчас, то он данные просто не сохранит. Но для вас он их померил. Это у нас замер кислорода. И опять ничего нового. Опять четыре горят, а один мигает. Поэтому есть маленькое такое техническое предположение, что красные диодики здесь горят просто при любом режиме. И они не являются отличительной чертой, как в некоторых, как они говорят, Huawei, что ли, того, что это якобы именно замер кислорода в крови. А если палец убрать, посмотрим, что будет. О, сразу, видите, ругается. Типа, вы убрали палец. Так что не удивлюсь, если красные диодики, это просто, как сказать, датчик приближения, что ли. Ну, неважно, в общем-то, работает, работает. Как работает, да черт его знает. На отзыв, ой, на откуп китайцам дадим. Это у нас что? Давление чего? Может, не давление? Охрен его знает. Это у нас настройки звука, погода. Ну, короче, все то же самое, что и там. И управление музыкой здесь же. Кстати, управление музыкой работает. Проверено на Яндекс.Музыке. Проблем с ним не возникало. За исключением того, что когда произошел дисконнект, после этого музыка не захотела работать, пока я музыку не открыл ручками. Тут у нас есть секундомер. Тут есть отслеживание сна. Управление камеры дистанционное. Так, и где-то еще был таймер. Вот. И вот есть. Нет. Не то. Где-то тут таймер был. Да хрен его знает, короче. Я уже заблудился в них. Короче, секундомер есть точно, таймер не подтверждаю. Калькулятор есть. Набирается, в принципе, легко. Экрана для этого хватает. Кстати, экран с высоким разрешением. 300 с лишним на 300 с лишним. Там немножко разные параметры. Я их, к сожалению, не помню. Но 380 на 340 или что-то в этом роде. Честно, гарантировать не буду. Ну и китайцы, на самом деле, не факт, что правду написали. Но чувствуется на глаз, что разрешение большое. Явно больше, чем 240 на 240. Ну и, как люди заметили, колесико работает. Оно просто зумирует менюшку. Больше оно ничего не делает. Как переключить меню на другой режим, я не нашел. И можно ли это, я тоже не уверен. Потому что, вроде как, китайцы написали в информации о часах, что можно поменять вид менюшки. Но я как бы такового не нашел. Отсюда же есть выходы на WatchFace напрямую. С часами, наверное, мы заканчиваем. Потому что вот это вот колечко, разорванное по кругу, явно не для ЭКГ. ЭКГ здесь в менюшке не наблюдается. Значит, это универсальная задняя часть от многих часиков, которые продаются на данной платформе. Так, это мы выходим. Заходим в приложение от часов. И смотрим дальше, что у нас предлагают эти часики. Ну, во-первых, циферблаты. Можно нажать все. И после этого, такими дерганиями пару раз, мы проявим именно все циферблаты, которые есть на данные часы. На третий раз он уже ничего нового не находит. Я с небольшими паузами пролистаю. Если кому интересно, и циферблаты для вас значит многое, потом, я думаю, на паузе просмотрите, какие есть, вас устраивают они или нет. И заодно ценники на те, на которые есть ценники. Поэтому, кстати, видимо, часы и стоят копейки. Они рассчитывают заработать денег уже на циферблатах. А может, у него в память многое не вылезает. Потому что, смотрите, по-моему, другие немножко циферблаты. Если меня не глючит, конечно. Ладно, фиг с ними. Опа, disconnected. Подключение. Это я что, понатыкал с циферблатами, а так он сразу все, ругнулся? Возвращаемся к циферблатам. Недавно добавленные. Сейчас попробуем повторить. Раз. Два. Если опять рубанется, то я нашел баг. Нет, вроде не рубанулся. Тогда непонятно. Ну, короче, вот они, циферблатики, которые являются, в принципе, изюминкой данных часов. Потому что они многие с анимациями, с движениями и с активными виджетами на экране, как вы видите, которые показывают и пульс, и калории. Ну, и еще разные функции. Вон, некоторые даже и с погодой, и с шагомером, по-моему. Тогда это мне даже будет лучше. Сейчас. А, 60 центов. Да, следовали. Не хочу я. Тут пульс, но нет шагов. Зато время крупное. Ну, короче, это, в общем-то, не важно. Кому что понравилось, тот то и поставит. Далее. Погодный толчок. Отничтойно, как включена ли погода. Уведомления. Это мы настраиваем, какие уведомления от каких программ мы будем получать на часы. Сразу скажу, нет многих нужных мне программ. Но я думаю, вы видите, что это все, да? И нет решения. Дистанционное фотографирование. А, или кнопкой. Непонятно. Афиг его знает. Вот и нашелся баг. Дистанционная фотография, по-моему, не фурычит отсюда. А если ее запустить отсюда? Так. Вспоминай башка. Сейчас мы проверим. Вот это я, кстати, не проверяю никогда. Мне это неинтересно. Функция. Ага. Или вот так надо? Точно. Как будто на руке, блин. То есть нужно было вот так рукой мотануть. И тогда они срабатывают. А я, блин, все другое делал. То есть, ведь, ведь. И тогда делается фото. И, кстати, звук идет из часов. Может, это и мешает. Может быть, надо в режиме, когда звук не через часы идет. Фиг его знает. Так, выходим. Шторка. Отключаем звук. Так. Напоминание о здоровье. Во как. Найти браслет. Он провибрировал. И не более. И больше не хочет. Ну-ка, заново. Ну-ка. Короче, вибра мягенькая такая. Несильная. Поэтому она, видимо, и чувствуется только тогда, когда браслет на руке. Как бы это показать? Давайте. Положим его мордой вниз. И тогда, наверное, будет слышно это жужжание через микрофон. Пробуем. Да нет, его даже не слышно. На твердое надо что-то положить. Резонатор будет. Ну-ка. Да нет, его даже особо не слышно. Видно только, что часики чуть поерзали. Эх. Короче, не показать. И не услышать. Микрофон к ним подсовывать, но это идиотизм. Короче, поймите. Вибра не жужжащая. Ее не слышно на слух. Вибрация руки есть, но такая не сильная. То есть, если вы крепко спите, и часы не затянуты на руке, вы их вообще не заметите. Как будто ничего не жужжало. Так, лезем в другие настройки. Смотрим, что у нас там. Там у нас активация часов под поворотом руки. Ну, то есть, экрана. Частые контакты. Это тот самый список SOS. Вот. И выбираете каждый раз просто ползунком. Ой, переключением, точнее, какой из них станет главным. То есть, при нажатии на кнопку SOS, на какой из контактов вы будете звонить. Медленно переключает. Видимо, он сразу в часы команду отправляет. Фоновая защита. Непонятно. Это, наверное, про пароль. Обновление. Все время горит, что якобы найдено. Один раз обновились при распаковке. И на этом все. Сброс настроек или удалить текущее устройство. Это был пункт оборудования. Далее. Пункты с тренировками. Скалолазание. Вело. Ходьба. И просто. Непонятно. Домашний режим. А, стоп, стоп, стоп. Движение. Что это такое? А, это цель. Понятно. Зашли сюда. Видим последнее измерение кислорода в крови, которое сохранено. То есть, нужно было дождаться вибровызова. Это у нас давление последнее. Опять же, потом отдельное видео будет по проверке. Это у нас был пульс. Реклама. Периодически всплывающая. Вот откуда еще они деньги делают. Сон. Кстати, звездец капец. Я столько не спал. Вот честно. Я лег сейчас в 11 часов смотреть телек. До 12 просто лежал, смотрел телек. С 12 до 7 я спал. То есть, 7 часов. Он говорит 9. Но самое смешное, знаете, в чем? Я вот когда начинаю на него ругаться, через там часа 3-4, он мне потом корректирует и пишет более правдивые данные. Как он это делает, я не знаю. Но, как вы поняли, отслеживание сна здесь такое себе. Вес тела это выставлял я. Спортивные рекорды. Пока рекордов нет. Усталость. Непонятно. Эффективность. Тоже не очень понятно. Я думаю, поймут люди, которые этим фанатеют. И на этом, как вы видите, все. Ну и далее мои собственные достижения. Отчеты здоровья. Данные. Персональная информация. Единицы измерения. Конфиденциальность. Очистить кэш. Если часы бредят, кэш очищаете. Они типа восстанавливаются. И версия программы. И наличие обновлений самой программы. На этом, как вы видите, все. То есть, функций не очень много. Но здесь есть самое интересное. Для многих это разговоры через часы. Это раз. Калькулятор, секундомер, спортивные режимы, шагомер, отслеживание сна. Ну, хрен знает, правильно или нет. Пульс и так далее. И калькулятор, который нужен многим детям. Ну, а также красивости, которых здесь тоже не отнимать. Я напоминаю еще раз. Здесь есть очень красивый один Watch Face. Хотя, на самом деле, остальные тоже здесь анимируются. Вот Watch Face с часиками в виде Микки Мауса. С шагомером внизу. Вот выход на изменение Watch Face специально сделан муторным, чтобы случайно не меняли. Такой вот часовой. Как это сказать? Watch Face со стрелочками. Ну, и как я уже показывал, их визитная карточка. Это вот такой вот миньончик, прыгающий на экране. Все циферблаты меняются по кругу. То есть, можно с первого на последний перескочить. Вот так. И все. На этом, я думаю, мы завязываем. Это был длительный, спокойный обзор часов HV16. От компании «Фиг знает, как выговоришь». На браслете от Xiaomi, я бы сказал. От которых я, соответственно, перехожу на следующую модель, которая тоже будет с разговором. Если кто не верит, что браслеты именно те же, вот показываю. За счет чего они держатся, я до сих пор не знаю. Но вроде пока не падали. Всем спасибо. Всем пока. Это была туха и обзор очередного китайского творения часовых мастеров из Китая. Всем спасибо. Всем бай. Ну, и как всегда, в конце короткая вставочка. Водозащита у них заявлена якобы IP67, некоторые продавцы пишут IP68, но везде написано, что плавать в них нельзя. Поэтому я не рисковал. Прошлые подобные часы у меня утонули до обзора. Поэтому водозащиту я в них не проверял. Но на глаз скажу так. Мембраны в отверстии для микрофона и для динамика не наблюдаю. Поэтому в воду пихать боюсь.